Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Говорят, в каком настроении проснёшься, то и день будет таким. Но это кто-то кому-то говорил, а мы выступаем для тех, у кого хорошее настроение, для тех, у кого плохое. Для того, чтобы и те, и другие улыбнулись сегодня. И всем стало сегодня весело и хорошо. Кто-то сказал, юмор как плющ, вьётся вокруг дерева. А без ствола он не может существовать. Будет себе виться, а точнее ползать по земле. Вот, смотри, что делается. Причём в плохом настроении. Ой, темы, надо сказать, у нас сегодня разные. Начнём с такой. Баба Матрёна, ты Клавдия Ивановна не видала? Понятно. Клавдия Ивановна! Клавдия Ивановна! Ну я, я, я Клавдия Ивановна. Уж 36 лет как Клавдия Ивановна. 36? Ну, с четвертинкой. Огурочком за кухей. Я не за этим. Клавдия Ивановна, у меня к вам серьёзный разговор. Самогонку, которую вы приготовили для продажи, я не пила. Клавдия Ивановна, я не об этом. Клавдия Ивановна, если вы помните, в прошлом году за систематический передовизм на производстве вы были направлены в качестве поощрения в Америку на Международный симпозиум доярок. Ну, конечно, помню. Я же тебе, вот, смотри, какой подарок привезла. Видите? Тебя же тоже привезла, ты помнишь? Что? Бигуди из слонового кости. Вы же из них ещё шахматы сделали. Клавдия Ивановна, я сейчас не об этом. Так вот. Из посольства Соединённых Штатов Америки к нам в контору пришла нота протеста с требованием выдать вас властям США. А ключем не надо там бары, где коровы мычат? Клавдия Ивановна, вас хотят видеть вся американская полиция, ФБР и ЦРУ вместе взяты. Да что я такого сделала-то? Вот и я хотел бы знать, что вы там такого в этой Америке сделали. Но, так как наша страна, как известно, своих не выдаёт... Спасибо. Спасибо. Американский представитель приехал к нам в колхоз. И пока он там в этой луже застрял, я быстренько огородами пришёл вас предупредить. Он хочет вечно с вами побеседовать. Скажите, что я занята. У меня подруга. Мы вышиваем. Это деревня Нижние Часуны? Да, да, это деревня Нижние Часуны. Окей. Окей, говорите. Скажите, пожалуйста, вы не видите здесь вот эту женщину? Привет. О, да. Окей. Меня зовут Скотт. Скотт? Я много скотов повидал. Ты кушай, кушай. Меня зовут мистер Скотт Бадун. Интересно. С такой фамилией отрезвый. Владимир Иванович, человек на работе. Жан肖 Юрьевич, интересно, есть в Америке Скотт сушняк? Эээ, э, эскюзми, что есть сушняк? Ну, это когда утром встаёшь с бодуна. То есть, если утром вставать с меня, это сушняк. Это я посвятил. Скажи ему, переведи ему. Do you speak English? Юмор, шутка. Чирок, у меня есть к вам целый список претензий по поводу вашего пребывания в Соединенных Штатах Америки. Претензии у него, глядя. Какие претензии? Ты давай факты. Факты. Я? Факты, это значит доказательства. Доказательства, понимаешь? А, доказательства. Есть, есть. Тут есть целый список доказательств и претензий по поводу вашего пребывания в Соединенных Штатах Америки. Товарищ капиталист Владимир Ивановна, я пойду из вашей машинки бензинчик солью, пока. What? Стекло протру. Дурака, понимаешь? Фрэншафт. Вот. Странный человек. Ты зачем, сынок, приехал-то? А... Какие проблемы у тебя? Давайте начнем по порядку. Когда вы пролетат в Нью-Йорк, вас досматривают таможни в аэропорт. У вас были обнаружены неизвестные химические вещества. Какое неизвестное химическое вещество-то? Это краковская колбаса и сельпо. Я в самолете ела. В этот краковская колбаса были обнаружены натрий, плутоний, фосген, мучьяк и примеси тяжелых металлов. Таможенная собака, которая съела кусок вашей колбасы, на следующий день подохла. Ну уж не знаю. Не знаю я. Вон Мотя у меня, Мотя. Всю жизнь ест. И ничего, глядите. На, Скотт, колбаску попробуй. Ты кушай, Мотя, кушай. Вы не обращайте на нее внимания. Она у меня по понедельникам всегда такая. Когда ваша колбаса вытащили из пакет по аэропорту, распространился такой запах, что была объявлена химическая тревога. Пришлось эвакуировать пассажиров. Ну, колбаса немного испортилась. До вашей Америки в один из часов лету. Она в пакете перележала маленько. Надо было ножичком белой соскрябать. Толстенько порезать на хлебушек. Пальчики облизить. Хлебушек подай, Клавдия. Да, да, подам. Держи, на. Не обращать нема. Так. Еще вы обвиняетесь в попытке изнасилования. Ты слыхаешь? Чуть я не помню такого уж. Вот, здесь все записано. 12 в 10.00 гуляя по 5-й авеню, вы набросились на гражданина Америки, и стали его целовать и рвать на нем одежду, пока вас не отношила полиция. Его звали Джон Люк. Ты целовала, Люк? Ты кушай давай. Это я перепутала. Думала, твой любимый Леонард Ди Капри выйдет. Мистер Люк теперь лечится у психиатров? Ну, передавайте ему привет. Привет. Это еще не все. 13.00, вы будете на экскурсии в Белый дом. Ну. И там вы напасть на президента Соединенных Штатов Америки. Ничего я не напасть. Я туалет искать. Ну, вот ты представляешь, я в туалет забегаю, там мужик сидит. Спрашивает меня. How do you do? Я говорю, ты сиди, не отвлекайся. Я дойду, дойду. Я говорю, ты сиди, не отвлекайся, я дойду, дойду. Зачем вы ущипнули наш президент за нос? А что он ругаться-то нашел? Мой представляешь, кричит мне. Хуаю, хуаю. Я ему говорю, от хуаю слышу. И зам с его мочи. Ну, я ему сливу сделала. Сливу. Можно вишенку, но это потише. Я сливу. И шо можно крапиву? Я ж не знал, что это ваш претенец. Убегая в Белый дом от охраны, вы по пути побили четырех морских пехотинцев. Простите, пожалуйста. Они сами на меня сразу все четверо набросились, а я была не в настроении. Ну, как вы могли побить четыре морские пехотинца? Сынок, ты хоть раз в поле от быка убегал? А я каждый день бегаю. У нас дорога достанцует, через поле лежит. А в поле тебе моша пасется. Бык, четыре центнера. Как меня увидит, зараза, сразу за мной гонится. Ты можешь всегда за дураками бегать. Ты кушай, пожалуйста, кушай, не отвлекайся. Я муж три раза рога пообламывал, и все равно, как меня увидит, пар из ноздрей, попыту бьет. Хоть мне волну. А ты говоришь, морские пехотинцы. Вы звонили из отеля в Нижние Часуны? Да, звонила. Да, звонила. Ну, у меня же подруг здесь живет, вот бойся. Звонила ей. Здравствуй, Скотт. Добрый день. Как известно, наша страна прослушивает разговоры всех иностранцев. Мы прослушали ваш разговор, и пришли к выводу, что вы готовите заговор. Мы провели лексико-грамматический анализ... Я не слишком быстро говорю. Да мы тебя вовсе не слушаем. Мы провели лексико-грамматический анализ вашего разговора. Некоторые слова нам были не совсем понятны. Чё тебе непонятно? Что означает выражение «Ядрить меня в коромысло»? А хрен его знает. Мы можем спросить у мистера хрена? Ты не понял. Хрен его знает? Знаешь, никто не знает. Как это никто не знает, если мистер Хрен все-таки знает? Тебе не понять, Скотт. Ты мой хороший. Очень важный вопрос. Подумайте, прежде чем ответить. Вы знакомы с мамой нашего президента? Нет. Но в телефонном разговоре вы упомянули её 25 раз. Ты понимаешь, сынок? Мама, она бывает разная. Бывает Кузькина мама. Её обычно показывают. Бывает такая-то мама. К ней обычно посылают. Слишком больно любопытных. Так. После атаки на нашего президента мы ведём наблюдение со спутника за нижними часунами. И мы пришли к выводу, что вы готовите оружие массового поражения. Ну с чего ты взял-то? У нас есть фотографии, неспоримые доказательства. На этой фотографии вы и ваш председатель кладёте в какой-то аппарат картошка, свёкла, сахар и эти... дрожжи. 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 Вот. А на другой фотографии спустя час вся деревня лежат. Ну не дрит меня через кромысл, а? Вот опять. Ну у вас чего, не гонят что ли? Я не понимаю. На вот, попробуй. Матрёнина полянка. Это что, ваше оружие массового поражения? Нет. Это оружие массового дружения. После него все проблемы исчезают, все конфликты исчезают. Жизнь становится весёлая, радостная. Все счастливы. Шумелка мы Деде вегнулись А ложка чёрная Отпевай. Ты чё? Не знаешь чё? Я не знаю слова, эта песня. А какую ты знаешь? Я знаю, что это Strangers in the Night Эй, погоди, так это та же самая песня. Не певай. Strangers in the Night Деревья гнулись Strangers in the Night Деревья гнулись Strangers in the Night Да в поле у ружья Something in your eyes Светила калина Something in your smile Дорогой длинной Something in my heart Ох, полюбила я Strangers in the Night На муромской дорожке Strangers in the Night Ох, напилась я трошки Strangers in the Night Степь на степь кругом Что стоишь, качаясь Наливай И мы с тобой ещё Поём В нашем фольклоре Иван Дурак Он умнее умных дураков Один мой персонаж Когда-то говорил Дураки мы не умные Или дураки вы не умные А ещё у меня был целый Трёх с половиной часовой спектакль Дураки мы все А то заладили две проблемы Дороги и дураки Ладно, дороги у нас Во многих местах ещё плохие Но дураки хорошие Да Нет в России плохих водителей Потому что по хорошим дорогам И дурак проедет Умные дураки говорят Самое главное заблуждение дурака На дороге думать Что он здесь такой один И вообще сложно быть дураком Слишком много конкурентов По мнению наших женщин Мужики нынче пошли дефективные Если не алкоголик, то дурак Если не дурак, то импотент Если не импотент, то голубой Если не голубой, то алкоголик Если не алкоголик Слушайте, замкнутый круг получается Да Так что лучше промолчать И показаться дураком Нежели заговорить И не оставить на этот счёт Никаких сомнений А ведь я как-то поздравил Своего начальника с днём смеха А он в ответ поздравил меня С днём дурака И не поспоришь Ноги в башмак Рукою Это вот Аля Рукою в пиджак В гости пришёл к вам Известный дурак У дурака Мама дурой была Под куполом цирка Его родила Родить родила Удержать не смогла Мальцу повезло Он упал на козла И идёт вся жизнь Род так поначалу Жёхается А потом хорошо Ну продолжи же Там есть что-то? Конечно Там жизнь В этот момент Репетиция шла Дрессировали Там козла А когда И в цыганчего Он подрос Немного А дурака Позвала Дорога И в дороге Дурак Был готов Как всегда Нуждала Дурака Би Дандр-дандр-дандр Дурак в дороге Как дурак Как свинопился Дурак влюбился Дурак женился От дурака Ещё один дурак родился Он загордился Пошёл во мир Концовку сразу спою Концовку спою Сразу Сразу Концовку Уехал в Пизу И на башню залез Закрыли визу Дураку наконец Он влез на башню И сказал Не тая Всегда жить в Пизе Судьба моя Вот такая баллада О дураках Об очень умных людях Я насчитал Несколько десятков тем Которым юмор 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 Постоянно возвращается Как правило Это тема Которая волнует всех И при этом Дает возможность Для юмористического Рассмотрения Вот одна из них Родители и дети Учителя И ученики Проблемы воспитания Юмору здесь Есть чем заняться Потому что Здесь все непросто Вот такие современные наблюдения Раньше родительских собраний Боялись дети Теперь боятся родители Они сейчас уже Так говорят И не забыть бы проверить Как Сережа Скачал из интернета Сочинения Раньше дети Донашивали одежду старших Теперь родители Донашивают за детьми Гаджеты Вот так Наверняка сегодня Не все знают Что Лев Толстой Изначально хотел написать Роман Война и мир Еще более фундаментально Приблизительно Восемь Или даже Двенадцать томов Но однажды Во сне ему явились Современные школьники И в грубой форме Категорически попросили его Этого не делать Вот так Или вот Первоклассник Пришел домой Грустный Мать спрашивает Что опять двойка? Ага Скорей бы на пенсию Здравствуйте дети Тема сегодняшнего урока Откат У кого какие версии? Кто знает что такое откат? Андрюша Откат Это денежный эквивалент Благодарности За то что в тендере Выбрали вашу фирму Очень хорошо сформулировал Ну а что такое тендер? Это чемпионат Отрасли по откатам Назови тогда Наиболее благоприятную Отрасль Нанотехнологии Почему? Потому что Деньги тратятся на результат Невидимый человеческому глазу Можешь привести пример Кунишну Под скованной Левшой Блоха Ничего не видно И нафиг Никому не нужна Садись Восемь Четыре тебе Четыре сам знаешь кому Следующая задача такая Запишите У Феди было Три чупа-чупса По договору По документу Шесть По факту Восемь Задачки спрашивается Сколько чупа-чупсов Будет того Кто проверяет Федину Хозяйственную деятельность Мария Петровна А Федя Натуральный коммерсант Или депутат Федя Член комитета По борьбе с коррупцией Отвечать будет Коли Я не буду отвечать На вопросы Ответ на которые Могут быть использованы На суде Против меня Вот Что значит Усвоить тему Как Отмазываться Если взяли С поличным На откате Коля Даю тебе взятку Миллион долларов А можно два Хорошо Садись Два Между прочим Умный парень А двойку же полно Когда ты их будешь исправлять Будешь исправлять Да Когда вы оставите Журнал без присмотра Ох эти дети У меня ума на них Не хватает Ну что делать Ну будет Следующая задача Для души Я ее очень люблю Влияние родственных связей На коррупцию Димочка Отвечай Я не знаю Садись Пять Спасибо Мама Теперь ты Костя Вот ты Получил откат Заофшорил Зайдешь Зайдешь Занесешь Мне Что ты Выпендриваешься Давай Выбирай Любую оценку Выбирай Давай Давай Я хочу Золотую медаль А твои родители Потянут ее Выкупить Зайдешь Скромную машину О господи Ну хорошо Боря Давай Директору Директору нашей школы Евгений Евгений Петросян Спасибо Благодарю Существует Два типа Женщин Одни Не знают Чего Хотят Другие Хотят Незнамо Чего Утром Она Не в себе Днем Сама Не своя Вечером Вся Из себя Хотела Позвонить Леше Случайно Брала Сережи Разволновалась И выпалила Привет Валера Пошла Мыть голову Помыла Ванну Раковину Стиралку Да Хочу чаю Боюсь Идти на кухню Любимая Женская забава Купить обновку Доказать всеми Вся Что без нее Твоя жизнь Совершенно Немыслима Долго Дома Примерять Полдня Радоваться Полдня Переживать За потраченные Деньги И ни разу Не надеть Потому что Душа Не лежит Понимаете Если женщина Говорит Что любит То она Или любит Или не любит Или раньше Любила Может неадекватная Просто Да Ориентироваться Нужно по ситуации Потеряла голову Просто Гора с плеч Вот так Женщина Это как Открытая книга На китайском языке Вроде бы Все видно И можно прочитать Ну абсолютно Ничего Непонятно Абсолютно Чем отличается Женская логика От железной Знаете Женская Не ржавеет Женская логика Отличается От обычной Наличием Как минимум Еще двух Логических Состояний Кроме Первого Да И второго Нет Имеется Еще и третье И да И нет И четвертое Тоже есть Не да Не нет Подсветственный Присаживайтесь Спасибо Еще на сизусь Вот дело ваше изучаю Рассказывайте Как все было Да как было Как было Обыкновенно было Как было Захожу В трамвай И он передо мной Сидит Зенсина На руках у нее Такая Такая Большая Косолка И вот Эта Зенсина Открывает Косолку Достает Оттуда Сумочку Закрывает Косолку Открывает Сумочку Достает Оттуда Коцелек Закрывает Закрывает Сумочку Открывает Косолку Кладет Туда Сумочку Закрывает Косолку Открывает Косолек Достает Оттуда Деньги И знаете Таким мерзким Таким противным Голосом Говорит Передайте Набилет Закрывает Косолек Открывает Косолку Достает Сумочку Закрывает Косолку Открывает Сумочку Кладет Туда Косолек Закрывает Сумочку Открывает Косолку Кладет Туда Сумочку Закрывает Косолку Все? Нет Через какое-то время и говорят, женщина, возьмите ваш билет. И вот эта женщина открывает косолку, достает сумочку, закрывает косолку, Открывает сумочку, достает косолек, закрывает косолку, кладет косолек, закрывает косолку. Теперь всё. Нет, еще через какое-то время и говорят, женщина, возьмите вашу значок. И вот эта женщина открывает косолку, достает сумочку, закрывает косолку, Открывает сумочку, достает косолек, закрывает косолку, кладет сумочку, закрывает косолку, Открывает косолёк, кладёт туда сзади, закрывает косолёк, открывает косолку, настаёт сумочку, закрывает косолку. Открывает сумочку, кладёт косолёк, закрывает сумочку, открывает косолку, кладёт сумочку, закрывает косолку. Всё! Нет! И всё через какое-то время входит контролёр. И морда у него наглая, как у него наглее его. Вы предъявите ваши билеты! И вот эта женщина! Открывает косолку, закрывает 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 косолку. Всё! Нет! Он говорит, женщина, это не тот билет. Хватит! 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 Да её за это убить мало! Ну так я её и убил. Молодец! Правильно сделал! Свободен! Свободен! Разговор приятелей. Я вчера кроссворд разгадывал, три буквы. Человек, который обязан всё заработанное отдать другому человеку, получая взамен еду. Это кто? Раб. Я тоже думал, что раб, а жена говорит муж. Хочу заметить, что сама жизнь как кроссворд. Полоса горизонтальная, полоса вертикальная, а ответы в следующем номере. Кроссворды, сканворды, судоку, ребусы, кейворды. Ничто так не помогает осознать, сколько всякой ненужной фигни содержится в мозгу, когда ты всё это разгадываешь. Сейчас, кстати, новый метод появился, как придумывать, разгадывать кроссворды. Сначала составители кроссвордов гуглят подходящие слова и вопросы, а потом читатели гуглят ответы. Один пишет в редакции. Ваши кроссворды унижают моё человеческое достоинство. Из-за них я чувствую себя полным идиотом. Да, говорит жена мужу, что-то ты сегодня очень бледный, плохо выглядишь, усталый. Наверное, трудный кроссворд попался на работе, да? А мне больше нравится вот этот случай. Психиатр в сумасшедшем доме разгадывал кроссворд. Место рождения Наполеона. Семь букв. Думал, думал, не знал, что написать. Потом повернулся, там психи же сидят, он повернулся к одному и спрашивает. Слышь, придурок, ты где родился? Что я могу предложить на эту тему? Конечно, комический кроссворд. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Олигарх. Чересчур молодой олигарх. Чмо. Временное покрытие перед земляными работами. Асфальт. Очень временное. Специальное устройство, позволяющее потерять все деньги сразу. Кошелёк. Муж матери-героини. Героин. Результат неосторожного движения серпому. Серпантина. Женская ножка сорокового размера. Сороконожка. Мужчина восьмого марта. Как вы думаете, что это? Мартышка. Любитель целоваться. Лобзик. Полёт электрика со столба. Ток-шоу. Женщина за рулём. Таранька. Два животных в одном флаконе. Коньяк. И конь, и як. Понимаете? Главный алкаш. Главбух. Мелкий чиновник в министерстве. Чинарик. Маленький. Чинарик. Глаза боятся, руки делают. Стриптиз. Глаза боятся, руки делают. Журнал плейбой, изданный в Мордовии. Мордобой. Марья Иванова по-испански. Марихуана. Тёща в зелёном брючном костюме 58-го размера. Жабо. Пьющая женщина. Синеглазка. Баба-яга во младенчестве. Ягнёнок. Крестики-нолики. Кладбище. Холостой патрон. Неженатый начальник. Мать Гали. Галиматья. Муж Люды. Людоед. В городе нет общественного туалета. Тайнопись. Старый кобель. Недосуг. Жертва собственного любопытства. Зритель. Осталось мокрое место. Зритель слишком сильно смеялся. Мемористический концерт более трёх часов. Посмешище. Это про нас. Из нашей серии «Любопытные факты» под названием «Самые-самые». Почему мы это делаем в нашей передаче? А потому что такие удивительные факты тоже вызывают улыбку. Самый маленький город в мире находится в Хорватии. Это город Хум. Город-крепость. Занесён в книгу рекордов Гиннесса. Хум сохранил атмосферу средних веков. Живут там 25 человек. Все являются родственниками друг к другу. В городе есть магазин, который работает дважды неделю до обеда. Две церкви, две улицы, ресторанчик, гостиница. 16 уличных фонарей и 20 домов. Впервые город упоминается в летописи 1102 года. Возник он на руинах древнеримского поселения. И в период расцвета в нём жило аж 300 человек. Статус города Хум имеет с 13 века. Высочайшее дерево на земле на сегодняшний момент – вечно зелёное секвоя гиперион, растущая в национальном парке «Редбуд» в Северной Калифорнии. Её высота – 116 метров. Диаметр на уровне груди – более 5 метров. Примерный возраст дерева – 700-800 лет. Самый большой в мире круизный корабль под названием «Очарование морей» – это город в миниатюре. 16 пассажирских палуб, 2700 комнат, поле для гольфа, аквапарк, парк из настоящих деревьев, ледовый каток и прочее. Длина – 362 метра, ширина – 60 метров, высота – 72 метра. Корабль вмещает более 6 тысяч пассажиров и около 2,5 тысяч членов экипажа. Самый крупный лотерейный выигрыш составил 590 миллионов долларов. Такой джекпот в лотерее сорвала в 2013 году 84-летняя жительница Флориды – Глория Маккензи. По её словам, когда она покупала лотерейный билет, стоявший перед ней в очереди мужчина, пропустил её. Ох, знал бы он, что потерял в этот момент. Самая большая высота, на которой поднимаются птицы – 17 километров. Так высоко летают только нильские гуси. Наши эстрадные социологи подсчитали, что самый большой репертуар юмориста – тот, который формировался шесть десятков лет. Кто же это такой? Чудная мелодия. У меня на эту мелодию была песня 10 лет назад. Вася Крючкин. Забавная, жанровая. Я её называл элегией. Про Васю Крючкина. Лейтенанта ГИБДД. С ним всякие приключения случались. Он прятался под кустом, которое взрастило ГИБДД, и ловил нарушителей таким образом. Разные там были истории. Как же поживает Вася Крючкин сегодня? Давайте узнаем на ту же мелодию. У дороги про АСМ-102-500, Куст засадный у ГАИ был только вот. Два водилы оштрафованных пришли, И кустка всем чертям сожгли. Вот же ж наглость оказался так в беде. Вася Крючкин, лейтенант ГИБДД. Где работа, тёщу как кормить с тех пор, Одна надежда, светофор. Вася Крючкин, светофор себе нашёл, На дорогу фотокамеру навёл. Нифига ж се, прёт на красный свет, Гляди, последней марки Ауди. Свистнул Вася, но увидел из окна Только палец с виду среднего тена. Но у Васи уж шестёрки гнаться нет, Есть только дедушкин велосипед. Те, кто видел, И-то просто обалдел. За машиной велик бешеный летел, Как мигалка, Вася беспрерывно выл От Краснодара до Москвы. Алкомаркет, заприметив впереди, Тормознула перед входом Ауди. Вася Крючкин, прямо с велика упал, Из качки вылез генерал. Генерал вылез. Здрасте. Был у Васи жезл, и вот уж нет жезла. Сгрыз заставил генерал его со зла. Ты, калаш, блин, Тормозишь свистящий гном, Не ведешь на клонёрку прёв. Ой, калашу в этот раз не испугать. Вот смотрите, как успел я вас заснять. А на снимке рядовой городовой Василий женщиной одну. Ой, секунду, Это кадр совсем другой. Только шепчет генерал ему, Постой, это кто ж там? Ну, с тобой, да так одна. Так это ж главного жена. Ты, кушу, Вася, Сгрыз второй жезл запасной. Как ведь могут сапогом под зад ногой. Генерал же распалялся и твыгде Не в том засадном ли кусте. Точно там вы И с бутылкой портвежка Фрукты, свечи, Костерок для шашлычка. А, значит, крючки Ты придумал, проводил. Так это ты наш куст спалил. АПЛОДИСМЕНТЫ У дороги Трассы М-102-500 Кто-то воду Носит и на холмик льет Вася, крючки Чтоб смогли его простить Обязан новый куст взрастить. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 От настроения. А настроение подчас зависит и от юмора. Жизнь – это зеркало. Улыбнись, и она улыбнется тебе в ответ. Будьте здоровы! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»